Как можно доверять, как можно вообще доверять миру, как можно доверять людям. На самом деле доверие, оно идёт как раз-таки из детства. То есть если есть какой-то очень болезненный опыт, то заставить себя доверить сложно, но научиться доверять — это действительно какие-то реальные действия должны быть. И мне кажется, для начала необходимо именно осознание этого вопроса. То есть действительно словить ту ситуацию, в которой вы не доверяете, не знаю, себе, другим людям. И немножечко разобраться в ней. То есть а в чём причина, почему вы не доверяете, чего вы именно боитесь. Ну в принципе недоверие — это страх, как блок. Чего именно вы боитесь? И потом как-то, знаете, осознанно подойти к этому вопросу в контексте того, что то, чего вы боитесь, это действительно так, либо это результат вашего прошлого какого-то опыта достаточно болезненного. Вот у меня, например, сегодня мы, когда с Олей разговаривали, мы выявили страх быть использованным. Вот. Я, если честно, раньше на это вообще никак не обращала внимания. Вот. И просто я отследила у себя такой сценарий, когда ты вроде бы хочешь высказать свою точку зрения, да, по какому-то вопросу. И, в принципе, и надо её высказывать, да, особенно в диалоге, чтобы человек понимал, да, вашу позицию, чтобы показать свою ценность, чтобы выстроить правильные границы. А с другой стороны, у меня возникает такое ощущение, что когда я, наоборот, высказываю свою точку зрения, то я понимаю, что мои слова могут ранить другого человека. И у меня встаёт выбор, да, то есть как быть? Ранить себя, промолчав, либо ранить другого человека? Безусловно, конечно же, вопрос в том, а как ты будешь высказывать свою точку зрения? Но в любом случае, как бы ты мягко не сказал, как бы ты не постарался показать человеку, да, своё состояние, ты всё равно задеваешь его эго. И когда ты задеваешь эго другого человека, да, то в ситуации может быть так, что человек поймёт свою ошибку и начинает извиняться, да, что вот, ну, вот так вот произошло, да, то есть я осознал, я понял, что где-то был неправ. И тогда вот в этот момент, да, у меня как раз-таки появляется другое такое, не очень хорошее ощущение, что чувство стыда и вины за то, что высказало свою точку зрения, обидело человека, вот. И теперь мне вдвойне стыдно. То есть первый раз, что высказало точку зрения, да, а второй раз, что вот человек ещё и начинает извиняться. И я поймёт, и был такой достаточно болезненный опыт во взаимоотношениях, когда человек сначала, ну, то есть это чисто водоманипуляция была, когда человек сначала тебя бесценивал, то есть не принимал во внимание твоё мнение, и внутри себя, ты понимаешь, есть вот это вот ощущение, что со мной поступает несправедливо, да, и я должна как-то вот отстаивать свои границы, свою ценность, вот, и показать человеку, что вот мне такая позиция не нравится, либо какие-то слова человека мне не нравятся. И тогда как раз-таки был вот этот вот момент, когда я начинала говорить, да, о том, что мне что-то не нравится. И человек, который являлся, конечно же, абьюзером, делала так, что я ещё и виновата оказала, оказывалась, да, то есть были такие ситуации, наверное, вам тоже знакомы, ну, не обязательно в личной жизни, вообще по жизни. То есть ты вроде бы и защищаешь себя, да, то есть на тебя как будто бы наезжает, да, ты начинаешь себя защищать, а по факту выходит, что ты ещё и виноват. То есть мало того, что, допустим, тебя там оскорбили, унизили, обесценили, так ты ещё вообще виноват, что высказала свою точку зрения. И вот этот вот сценарий сегодня всплыл, и он как раз-таки имеет отношение к тому, что вы сказали доверие, да, то есть вот может быть и такой страх, да, то есть недоверие, что тобой будут пользоваться, да. То есть пользуются, это значит обесценивают, да, то есть обесценивание – это всегда достаточно такой болезненный опыт. То есть по сути получается, что мы не мужчинам не доверяем, а мы боимся именно обесценивания и вот этого вот психологической вот этой боли. То есть здесь в таком случае, да, потому что это вот так достаточно обширно в контексте того, да, почему мы не доверяем мужчинам. У каждого может быть свой опыт. И вот здесь вот как раз-таки надо сначала посмотреть, откуда ноги растут, а потом уже как раз-таки через осознанность посмотреть, да, что действительно происходит и что можно с этим сделать. Вот, но первично надо выявить ситуацию, то есть в любой ситуации для того, что ее решить, ее надо сначала увидеть, да, то есть с ней сначала надо познакомиться, сначала надо встретиться, потому что иногда у нас вот эти вот сценарии, они такие бессознательно проходят. Ну, то есть мы как-то реагируем, потому что мы привыкли так реагировать, но мы мало задумываемся о том, а почему мы так отреагировали, что послужило, да, причиной. Вот.